Китай это наше слово, которого сами китайцы не знают. Это название одного из монгольских племен, которые в 10 веке на время захватили Пекин. Уже в 12 веке с ними покончено было. Но в это время к вам усыновляют существование Дальнего Востока и название Китай. А вообще эта страна называется Срединное государство и имела очень длинную этническую историю. Вначале там жили племена, которые китайцы называют Хя или Ся, по-современному Ся. В общем, это были охотники, культуры у них почти никакой не было. Это земледелие, правда, они уже умели строить дамбы, потому что Хуанхэ, вокруг которой они жили, река страшная. Она идет со скобостью Курлевского поезда и во время паводков несет до 50% грязи и пыли и взвеси всякой. Так что защищаться от нее было необходимо. Ну, а в общем, они были, да вот, совершенно отличные в ассо-метрическом и культурном и лингвистическом отношении от китайцев. Последний представитель династии Ся, Шун-Вэй его звали, считался предком хуннов, а хунны тёрки. Победило их племя Шан, а вот это уже чисто то, что мы называем китайское. Культурное племя, с приквастливой спесной кераметкой. У них уже были и воглифы, они письменность. У них были замечательные дворцы, у них были воскошные импеватовы, с которыми вместе хоронили их вобов и наложницы. До 500 человек приносили после смерти царя в Ижевту. Жестокое государство. Там было вовладение. Такое жестокое, что когда наступил критический момент, вобы не стали заступаться за своих господ. И вместе с этим были талантливые и жестокие, и очень посядавные люди. Существовали они, например, до 11 века. Я сейчас говорю, на память поставлю хронологии. Сейчас уточняют хронологию древнего Китая. Так что, может быть, это и до 10-го дошло. Но вряд ли. До 11 века, когда западная племя Чжоу напала на импевство Шан. Только, вазь Богу, не думайте, что это западное было откуда-то из его, там, из Беран. Нет. Это было из провинции Шэньхи, которая, понимаете, та часть Китая, которая чуть-чуть в западе Авдоса, под Байкалом находится. Там Говы, тибетский подход. В этих предгольнях жили эти джоулсы. Большая часть их была смешанная с джунами и вопиоидным племием, и с тянами, предками тибетцев. Отчаянно было довод. У них были сердца львов и тигмов, пишет летопись. Они возгломили с небольшими силами Шанское царство, ликвидировали его, всех шанских аристократов перехватали и поселили все на воде, даже немножко западнее, в предгольнях тибетских гох. Там они все оставали царство Бог. Ну, это уже деталью можно не запоминать. А джоулсы завоевали всю Срединную Вамину между реками Хуанхэ и Янцзэ. Но очень быстро эти джоулсы, подобно нашим келькам, грекам и другим народам арийского корня, распались на большое количество мелких государств. Обычно китайцы передают перечисление всех названий. Ну, тут даже китайская струпулезность спасовала. А именно, их было 1851. Ну, где ж ее запомнишь? И тут наступил где-то в 9-м или 10-м веке наступил новый посядарный толчок, который задел Китай. Тут трудно сказать, потому что с этой хмонологией сами китаисты путаются. Но примерно в это время и началось укропнение этих мелких государств. Постепенно эти княжества в силу растущей посеодавности начали объединяться, но не нашим европейским способом, нет, а тем, который привычен был в Китае. То есть, если одно княжество подзахватывало другое, оно истребляло все население побежденных, включая женщин и детей. Потому что китайцы в это время при большой премианавности, при хвастном климате и обилии планов земных немедленно пополняли убыль. Этот процесс, который называется по имени летописи, в который он писан, эпоха весны и осени, так клинка называется, он закончился тем, что осталось всего семь довольно крупных государств. Вот здесь было царство Цинь. Оно состояло из потомков древних шанцев и смешанной их с народностью жуны. Жуны были похожи по облику своему на кельков, чистые вопиоиды, очень свелепые, воинственные, но, так сказать, они слились с воинственными же шансами. Самая культурная государство располагалось по этой части Голубой реки, по Янцзе. Это было царство Чу. Здесь любили петь, рисовать, рассказывать философские системы. Жилось им исключительно хорошо, потому что все у них было, но только страшно боялись они вот этой могучей династии Цинь. А что такое Цинь, я вам расскажу, почему они, что с ними произошло. Затем здесь посередине было сердце Китая, царство Джао, предки которого были императорами, а потом оно располагалось на три государства. Джао, Хань и Вейхин. И это были три небольших государства, которые были похожи на средневековую германскую империю. И университеты у них были, и культура у них была, и правительства довольно мягкие, ну и порядки у них были такие, что им удавалось отражать, например, гунов, приходивших из Авдоса. Но здесь, в Шальдунии или на Дальнем Востоке, Аквайном Востоке, тут было царство Цы, которое считалось носителем традиций. Здесь жил и проповедовал свое учение Конфуты. И вот когда он жил, его никто не хотел слушать. А потом все стали очень уважать. Здесь было царство Лян. Это пограничная империя, небольшая, даже не империя, а просто царство, которое смешалось с местными аборигенами, но сохранило свой китайский облик. Значит, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. И все было бы ничего, если бы не техническое изобретение, которое произошло ужасом в династии Цинь. А китайцы изобрели лопату. Железно. Раньше железо было очень дорого, и он зашел только на оружие, на украшения. А тут его стало много. И они придумали лопату и стали копать землю. И это привело к невероятным последствиям. Во-первых, они перекопали реки, которые впадают вот здесь, в реку Вей. Река Цинь такая. И устроили водохранилище, и стали заниматься разведением хлебов. То есть хлеба у них стало много. А раз много хлеба, то, значит, можно нанять много воинов и кормить их этим хлебом. Но для того, чтобы их нанять и ними управлять, нужна твердая власть. Это придумал министр Шан Ян, который вы против конфуцианства и против даосизма двух учений выделил третье. Учение легизма. По-китайски фа-дзя. Фа-закон. По его мнению, самое главное в государстве – это закон. А закон – это слова императора. А что бы император ни сказал, все является законом. И все должны ему подчаяться. Никаких наук не надо. Потому что, что император сказал, то и достаточно. Никакого искусства не надо. Роскошь запрещается. Она изнешивает, она отбывает от занятий. А все должны служить или работать. И все должны быть подчинены единой власти. И даже члены императорской семьи тоже должны подчиняться и слушаться законам. Кончилось это для него плохо. Потому что он так всем насолил, что на него напали. Савойников у него было мало. Их возбили. Он бежал в царство Джао, на восток. Его там поймали, все-таки изловили. И его завали на части лошадьми. На четыре части. Но закон-то схванились. И поэтому царство Цин, обладая дешевым хлебом, в изобилии полном, и хваповыми тибетскими голцами в качестве пополнения. И такой законной властью начал одерживать победы. Они завоевали и Центральный Китай, и царство Чуриушное. Они завоевали Ци, завоевали Лян. Все завоевали. И установили везде законы, такие, примерно, какие проективовал покойный Шаньян. А именно, разрешалось копать землю под руководством начальства и сдавать налог, все, что требовалось. Солдаты должны были беспрекословно выполнять повучение, иначе им грозила смертная казнь. Запрещались все науки и искусства, и философия в особенности, конфуцианская и наорская, запрещались, за исключением трех наук. Акватехника, можно, землю копать надо, наука о гаданиях и медицине, то есть 400 практические науки, гадания тоже, понимаете, кто из нас не заходит, не хочет узнать свое будущее. Это можно. Вот. Их на каждое каждое нарушение ковалось смертью. И когда Цинь-Шихуан, который осуществил все эти завоевания, решил построить Великую стену, чтобы отговорить китайскую срединную ворнину, как она называлась, отговорить ее от Великой степи. Вот она шла. Это Великая стена. Это было совершенно идиотское предприятие. Такое, что просто глупее не придумаешь. Для того, чтобы защищать какой-то выбеж, нужно поставить солдат достаточно близко одни к другому. А тогда их чиняющим кормить. Если же вы ставите их через большие интервалы, там 2-3 километра стоит какой-то гарнизон, то этот гарнизон легко внезапно по нападению ему ищутся. Чем стена прорывается. То есть он построил стену, которую нельзя было защищать. И которая, конечно, не останавливала противника. Единственное, что она делала, она останавливала поток беглецов из Китая, которые бежали к гуннам, говорят, что у гуннов весело жить, с Китайцем действительно с начальством Тепцинским было жить невозможно. Но для того, чтобы в степи не пропасть, надо было перетащить и лошадь. А через стену ты ее не перетащишь. Вот когда идет отряд, тогда пустяки. Можно было ее проломить в одном месте, пролом сделать, или мостки какие-нибудь через стену спустить лошадей, а один человек не мог. То есть это ударило больше всего по эмигрантам из Китая. И умер он, сын Шихуан. Был у него сын довольно толковый Фусу, который командовала армией. И Евнух, который вел внутренние дела. Евнух очень боялся этого сына, потому что сын был толковый человек. И он прислал ему от имени отца, поскольку печать у Евнуха была, прислал приказ кончить самоубийство. У нас вряд ли кто-нибудь без проверки это осуществил. Но там, в Китае, полагается. Отец приказал, император приказал, все сделаем. Он кончил жизнь самоубийством. И Евнух, посадил дурачка, его младшего брата, и началась там, в Китае, еще хуже, чем было при цын Шихуане. Насколько это возможно. И тут какой-то отряд получил распоряжение передислоцироваться, перейти с одного места на другое. Они, конечно, исполнительные, дисциплинированные, пошли, и вдруг дожди, и река большая разлилась, какая-то река до их пути. И они не могли ее форсировать, потому что лодок у них не было, ну, оплыть ты, утонешь. И они опоздали. Следовательно, они все должны были быть казнены, если они не на вышение приказа, не исполнение. Они подумали, подумали, и восстали. И сказали, такого безобразия мы терпеть не можем. Правда, через некоторое время весь этот отряд был блокирован и уничтожен. Но, по их примеру, восстали весь Китай. Восстали солдаты, восстали крестьяне, восстали уцелевшие интеллигенты, философы, поэты, ремесленники. Все восстали. Цинских солдат оказалось недостаточно, чтобы подавить весь Китай. И они, правда, действовали очень жестко. во время завоевания они пленных закапывали землю живьем. А тут их стали закапывать землю живьем. Они потеряли силу духа, начальства нет, никто не распоряжается. Они стали сдаваться и убивали беспощадно. И тогда в Китае сложилось два направления политики. Одну возглавил богатырь Сяо-Юй, очень храбый, очень смелый, сильный человек, герой. А другой крестьянин, Хан-Юй, Любан, его звали, основатель династии Хан, Любан, который объявил программу, политическую программу, самую простую. А состоялось всего из трех пунктов. Законов всего три. Не запрещается под слагом смертной казни государственная измена во всток с убийством. И сеться забыл. То есть все точно нужно крестьянам. И крестьяне стали стекаться к ним. Во-первых, он победил всех. У него были очень толковые стватеги под его началом. Он умел лазить с людьми, никого не обещал зря. Впоследствии его выступил Сан-Юй, он его прижал к Голубой реке, и в общем тот там погиб. Так оставалась династия Хани, которая была инновационным периодом Китая, о чем я вам расскажу в следующий раз, когда буду считать инновационную фазу ГДС. 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 ГДС.